Субтитры создавал DimaTorzok Появились ирисы Вот еще ирисы Вон их там много сколько Мы забрались на горку Вот они со всех сторон Дневные хакеры Собак у них Рюкзак 3 этажа Он качает его со стороны в сторону Это конечно смешно С такими рюкзаками Ну дети, понятно дети Пустые тут Мы уже почти дошли И все тут такие валуны Нагорожены Солнышко только светает 7 утра Мы уже вышли Сегодня нам надо Медведя Которые там терроризируют Вокруг двух озер всех туристов Попробовать перебраться Через последний перевал Самый Самый высокий 9000 Проблема в том, что В конце дня он Это где-то 23 миль Дик Перевал И обязательно надо Либо забраться на него Либо перевалиться Это 25 миль Тогда там этого медведя уже не будет А так мы проверили все кемпы Во всех кемпах Комментарии О том, что Медведь Короче эту жратву Вырывает из этих пакетов И из палаток И банок медвежьих больше нет И конечно это все Очень стремно Сегодня 3 июля Количество туристов в эти выходные Вырастет Офигенно Огромно И Нам надо все-таки попытаться пройти Пусть он других туристов потрошит Потому что у нас еды Лишней то нет Чтобы медведя кормить Спускаемся вниз Последние мили Секции Сьерра Осталось наверное 4 миль или там 5 или 4 миль После этого карта Сьерра закончится И мы переключимся на Карту Северная Калифорния То есть это будет уже Третья карта Всего этих карт 5 В среднем они Как я и говорил раньше Где-то там по 500 миль Поделены 500 с копеечками Поэтому получается 5 карт 2650 А там уже где-то Мы и к половине Подберемся Но Я думаю Это еще пару недель Надо шлепать Что Катенька любит Спуск Аккуратненько шлеп Шлеп Вот видишь пошли мостики Выходим в цивилизацию И тут сразу мостики А ручей то Вон Камень на камень Прыгнул и Перескочил Но Близость выхода Сразу Мостики Дорожки Ступенчики Объединился С Трейлом Вокруг озера Таха Вот оно Вокруг озера Таха идет Таха Римтрейл называется Круговой ТРТ Тут все такое цивильное Крутой Но Озеро Таха это Наверное Самое мощное место В Калифорнии Вот Мишка И полюбил Тут много туристов Много еды Нам надо как-то его попробовать Проскочить Чтобы его не было На нашем пути Размечено Мега круть Дороговизна Такие домики Честно говоря Не знаю Но Судя по столикам Это Какой-то Центр Для Визитер-центр Или Какой-то мотель Потому что столики там Непонятно А вот там Озеро Таха Само Я честно говоря Думал что Трейл пойдет гораздо ближе Но В таком отдалении от озера Что Честно говоря Озеро то еле видно Ну Может потом Где-то приближается Мы зацепим Совсем небольшой кусочек Как раз где-то Мишка Наверное Любит кормиться Когда мы смотрели комментарии Там Про этот кемп Который нашел Альтернативный Я там типа Сказал Ну мы пройдем Лишние 8 миль Обойдем Это Озеро Алоха Где он Позавчера там Повеселился И я выбрал Другое озеро Забыл название А там комментарии Вообще Жесть Такое ощущение Что он там Обитает даже больше Чем на озере Алоха Для него то там Эти 5-8 миль Вообще не проблема Пройти И Комментарии Вообще Нет других комментариев Кроме Нападение медведя Обычно всякая хрень Типа Есть вода Есть хорошие места Для тентов Там я забыл Свои очки Или потерял свои палки Там А там Никаких комментариев Только Про нападение медведя Причем Половина из них Этого года Вот совсем свежие А половина прошлого То есть он Этот мишка Тут веселится уже Как минимум второй год Я там не листал дальше историю Но То есть научился он И по весне ягод нету Вот кружевник еще рано Черника тоже только цветет А еды у хайкеров много Завтра 4 июля Набежит народу Тут вот на эти выходные Охренеть Сегодня воскресенье Значит И конечно лучше это место Обойти От греха подать Странно Выходные Дня Независимости Парковка такая Это точно Визитор центр Туалет и все И никого нет Значит где-то там Шлагбам стоит Очень странно Сосеночка Напилили тут дисков Да Вот такой Конечно пахнет Пожар такой был Сильный Смотри Так сучок Ветка Да Тут таких дисков Зачем-то нарезали Телегу что ли собирались сделать Выгорело тут И та сторона Выгорело Но Визитор центр мог бы быть открыт Не все в порядке Никакого пожара тут Последствия на него Не оказано Но почему-то все закрыто Идем дальше Спускаемся К озеру Не к озеру Тахо К другому озеру Там какое-то шале С больным на голову Владельцем У которого Даже внутри Есть почтовый офис Но он не принимает посылки Вот и вот такая позиция Не принимать посылки Для хакеров Дебил Посмотрим что там есть У нас там остановки Нету Просто в районе обеда Мы там останавливаемся Поглядим Нормальный такой пень Тоже сколько ему лет Вот Вот мои палки Хайкинговские Еще и не доходят Полтора метра Красивая скала И вот такие последствия пожара Причем деревья Интересно так горели И вроде и не сгорели Но обгорели Полностью И весь лес мертв Увы Пони экспресс Национальный исторический трейл А мы вот Все еще идем по объединенному Пожарчиком тут их Прихватило Лошадка только И человечек Велики и всякие машинки Для лентяев Нельзя Пытается автостопом Уехать Огромное количество машин Но Нифига никто не останавливается Тем более что их тут Пять человек Как они хотят поймать машину Плохо понятно Но мы проходим это место Нам не надо тут ходить Я хотел мох поснимать конечно Такой мох тут Мы идем дальше Доберемся до этого Шале Это Миля с копейками осталась И там Закончится Карта Сьерра Частных домиков Теперь понятно почему Кто-то тут Свистнул все таблички Понятно почему тут Кемпинг запрещен Первый раз мы вообще Как бы видим Место где запрещен кемпинг А тут Довольно долго Где-то наверное на 10 миль Кемпинг запрещен То есть очевидно это частные территории Но с ними договорились Что тут пройдет тропа Это хорошо Потому что не надо идти в обход Как это было В поселке Кабазон Там надо было этот поселок весь обойти Слава Богу Трейл проходит Почти прямо Но нельзя кемповать Но согласно комментариям Не все следуют этому Некоторые все-таки правила нарушаются Близости цивилизации Это мосты Ручей в нем воды-то никакой нет Мосты Ступеньки Широкий трейл Никаких камушков нету Вот иди себе да иди Потому что местные пользуются этим Но средние американцы ходят 3 миль Больше они не ходят Вот домики Дорога Электричество Домиков тут полно И вот пожар так к ним приближался вплотную Но как-то вот не сгорели они Вон еще домики Все с пожарами здесь Ситуация очень страшная Не хотел бы я тут жить Очень сухо Дождей мало И любая какая-то искорка И все это прямо как порох Потому что засыпано все еловыми иголками Они невероятно сухие Смолистые И ветра очень много Потому что гор И конечно это все тут разгорается С невероятной скоростью Потом уже это не остановить Интересно с гвоздями Кто забивал эти гвозди Почему так с ними случилось И марина Которая практически закрыта все Что-то еще то не там погорело Не принимает резервации Типа только магазин Чтобы там купить что-то И вроде мороженого Мы даже не знаем Есть ли у него кафе какое-то Столько машин Но понятно что Завтра 4 июля Сегодня воскресенье У нее тут какая-то водяная такси есть Непонятно куда она возит Потому что это не связано с озером Таха Другое озеро Но вот народу тут не продохнуть Вон еще хайкеры Я думаю ждут Юбер Сюда можно вызвать Юбер И поехать на самый крупный город В Воронежской области Южное озеро Таха 22 тысячи жителей Вот это шале Тут у него марина Не знаю тут машинка Это 1000 А озеро это сгулькин хрен Непонятно куда все эти люди делись Посмотрим что тут в этом шале внутри Да и на озере я не вижу никого на лодках Бомж Бомж Вот тут Бомж Покушал лосося копченого Йогурт Значит Я купил 2 яблока и бананы Еще милк шейк за 10 долларов А себе Себе мороженое за 3 пища Понимаете да? Социальная справедливость вообще она есть или нет? Да Здесь в этом шале Да В шале У этого владельца даже нету кафетерия Жадные свиноты Не налили нам воды А озеро это Слишком много лодок Наливать воду тут не очень хорошо Поэтому пришлось купить у них за 3 доллара литр воды С водой тут у них напряженка Жадных свинот Все мы пошли дальше Нам еще надо Как-то 13 миль нахреначить Большинство тут озер Оно имеет дамбу Как-то перелив с нее идет Иначе конечно вся эта вода бы куда-то утекала Трейл наверное вот тут вверх идет Сейчас увидим От волн переливается И туда излишки уходят Память какого-то к Лиге Марш Жена чего-то потеряла жизнь на озере в июне 32-го года Здесь мы сменили карту Теперь у нас карта Северной Калифорнии Третья секция Третья секция из пяти Так что Не половина еще, но Две пятых уже пройдены Очень небольшое Мы вдоль него идем Непонятно вообще куда они все Плывут Может быть мы там увидим Оно поворачивает Но тут этих вот Локальных хайкеров Одномильных Очень много Пришли на паркинг И пройтись тут По трейлу вдоль озера Много с собаками едят Вообще очень много людей Понятно что День независимости Выходные Огромное количество народа Года поменялась То ли тут какая-то труба Такой ветриган На этом озере дует Озеро-то 3 на 2 метра Волны такие поднялись на нем Везде какие-то домики Полагаю что это частные домики Народик тут Настроил вокруг озера И я так думаю что им нужна марина Чтоб добраться до него Ну такая шиза Домики видны тут Вокруг озера По всей стране Такие количества людей Которые по этому трейлу Поднимаются Спускаются Примерно как я шел В секции Южной Калифорнии Там был Марафон Ну вот здесь не так Но Тоже очень много людей Слегка подзапущенные Я так понимаю что Идея купить домик на озере Она Нравилась А вот такси Ага Такси я так понимаю Через озеро это гостит Но есть домики неплохие Но это конечно все Абсолютно не нужно Шиза Построить тут домик Вот оно озеро Алоха Где медвежонок любит покушать Мы до него еще не доползли А надо Оно очень длинное Надо еще его пройти Потом будет второе озеро По-моему Гилберт называется Там ситуация с медведем Еще хуже чем на Алохе Потом будет перевал Дик Небольшое количество людей Почему такой 5 миль наверное Довольно сложный хайк Вот оно озеро Алоха Вид красивый Он очень большое Мы только к нему подошли Но нам надо его проходить Автор 4 июля Здесь огромное количество Наживки для медведя Я думаю что он всех ограбить не успеет Везде палатки стоят Но мы на всякий случай Все таки проходим Озеро это Красивое Озеро Алоха Мест для кем понедаконное Вначале там где было Было много хайкеров Потом было еще одно место Но все они С медвежачьими баночками А мы баночки свои уже послали назад Так что нам Без банки это стремно конечно Пойдем пройдем мимо Ветерочек тут Сдувает как на ветряных фермах Тихачки Прямо разворачивается рюкзак Очень сильный Никаких шансов Скипятить воду то нету На таком ветру Как бы ты камнями не обложил В палатке неплохо получается Здесь На три палатки ставишь плитку И Разжигаешь Даже в палатке Пытается ее закрывать Но все же конечно не так Нам надо наверх подниматься Надеюсь И еще Плохо понимаем Как мы там будем ставиться Но Посмотрим Эти розочки Это все последствия взрывов Они Бурят этот камень Потом туда закладывают Зерчатку И Взрываются И на всем пути трейла конечно Таких розочек очень много Много Иногда Они такие Интересные Иногда Непонятные Как положилось Иногда Они там совсем верхушку взрывают Огромное количество работы проведено конечно Чтобы этот трейл сделать Сложно представить И мы вот идем И все равно работают Люди Там по 15-20 человек С огромными ломами Как они ворочат эти камни Сложно представить То есть Этот трейл Был сделан И все равно В него вкладываются деньги Платятся Делаются ступеньки То есть Он не завершен А его постоянно улучшают 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 То есть Это работа Не то что бесконечная Ну да Как бы Плюс его заваливают пожарами Ставятся альтернативные какие-то проходы То есть В России к сожалению Рассчитывать на это Не приходится Потому что Наше правительство Точно никогда не будет Тратить деньги На такую хрень У него другие задачи Геополитические Озерцо Но кемповать тут абсолютно негде А следующее озеро Как раз где Мега активен этот Медведь Бляха-муха И сил у нас на перевал Нет уже Непонятно пока Чем будем делать Посмотрим Пещера тут Вот Очень сложный Рельеф Трейла Вот тут еще он Как бы хороший А так вот Каменюге Все ноги поломаешь Никой скорости нет Абсолютно Очень тяжело идти И вроде бы вниз А Фигня какая-то получается Перевал нам этот Сегодня Никак Наверно не взять Как раз мы приходим В самую некомфортную точку С этим Блин Медведем Посмотрим Что будем делать Чуть позже До перевала Пол мили Остановились на озере На котором нет комментариев Про медведя Вот Озеро Алоха Очень много комментариев Потом Вот это Озеро Нет комментариев Вот на этом озере И следующее озеро Через пол мили Опять Много комментариев Что медведь Еду крадет И они Очень свежие Вот мы Вот эту еду Я повесил Будем надеяться Что Все будет хорошо Потому что перевал Не дался нам Там 20 миль Мы Прошли Еще Я облажался Там Вокруг озера Алоха Пошли По круговому трейлу И Лишние 0,8 мили сделали Поэтому Там 21 мили И вот эти камни Все ноги Переломали Уже Поэтому Мы Решили рискнуть Да Вот Два свистка Конечно Нам реально помогут Свистоника Да? Ну хорошо Не будем Два свистка Это кто? Это жираф ТРЕВОЖНОК Ух ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше должен быть день не очень тяжелый На самом деле место кемповки было очень хорошее Очень приличное озеро Следующее озеро, где вот этот вот Последнее время очень активный был медведь Посмотрим как оно выглядит, но мы его теперь уже проходим мимо Все у нас хорошо Дальше мы перевалимся через перевал Дик И там как бы все более спокойно Открываемся на перевал Дикс Кстати, сленговое слово В сленге оно как член употребляется Но при этом Часто и в нормальных названиях Даже Знаменитый магазин Спорт товаров Дикс Спорт То есть это не является ругательством А чисто сленговое Так вот Членный перевал нам Пока не дается И было жарко Мы разделись Потом вот Пришла такая туча Сразу же После как мы разделись И Стало в общем-то прохладно Перевал этот Даже выше 9000 футов Честно говоря Не проверял Но Пишут, что это Последний на Пи-Сети По направлению на север Такой высокий Конечно Он не очень высокий По сравнению С тем, что было до этого До этого были 13-14 тысяч А этот 9 Но Но Все равно высокий Если сравнивать с Полощен Трейл Там по-моему 6 тысяч Или 5 с чем-то Самый высокий И то Мы шли Когда С Грейт Смоки Маунтенс В июле Попали там Под град И дождь Завалил это все Так что На 9 тысячах Там мы перевалимся Наверняка С той стороны Будет снег Вот тут снега полно С этой стороны Это северная сторона Мы пока идем По стороне южной Ну а дальше Вроде должно быть Все Более-менее гладко Посмотрим Страна этого Дик Перевала Тут легко Можно было бы Перейти на ту сторону Но Чтобы жизнь Малины не казалась Вот туда Мы пойдем Нечего ползать Там где Низко Когда есть Гораздо Выше Перевалы 9 тысяч 368 футов Встречает Тут нас Снежком И ветром Солнышка нету Я бы наверное Кофточку вернул Но что-то мне Лень Сейчас зайдем На другую сторону Ветра Наверное Не будет Дальше пойдем вниз Не знаю Чувак там Поставил флаг Делает фотки Наверное 4 июля Вот он забрался На самый Высокий Перевал Озера Таха Да Вот Селфи И так далее Хайкеры там Что-то хавкают Вот он Гикс Перевал И пишет Что высота 9400 Наш GPS Самую Чутельку Привирает Везде Такие кучи Наваляченные Ничего такого Особенно Конечно Но Немного Замедляет Хайкинг Я там Наверху Поймал Одну Не знаю По-русски Забыл Как бы Блин Полоску Интернета И там Запостил Фотку Еле-еле Потом Он пропал Вот Догоняю Теперь Своего Партнера Вон Он Что-то Сновился Перевал Этого Дика С другой стороны Такое Озеро Шикарное Спуск Довольно Легкий Как бы Конечно Есть тоже Камушки Но В принципе Их немного Наклон Небольшой И Довольно Легко Шагается С подъемом Не сравнить Вчерашний день Все же Был Ну Как бы Не самый сложный Но Неприятный Вот Так И высоту Мы меньше 3000 футов Набрали Вроде бы Немного На 21 милю Ну Вот Именно Каменюги Эти Все Ноги Попереломали Там Сегодня Надеюсь Что мы Как бы Нагоним Там Пару Мил Этих Которые Не дошли Такие Тут Озера Конечно Красивые Людей Тут Совсем Нету Как бы Неправильно Сказать Сегодня 4 июля Поэтому Тут Довольно Много Но Удаленность Здесь Такая Закрытая Зона Обязательно Требуется Разрешение Через 22 миль Мы Выйдем Из такой Зоны Там Уже Можно Без Разрешения А тут Такая Строго Заповедная Зона Но Банка Медвежья Не нужна Хотя Вот Медведь Тут Промышляет Но Красиво Очень Красиво Много Снега Камни Чистые Озера Нелегкий С точки Зрения Выгорни Ногу Трээл Но Довольно Колоритный Нашел Тут Даже Непонятно Чего Нашел И умудрился Так Там Зацвести Озера Сливаются Тут Вроде Как бы Простенько Я чуть не упал Дать тебе палку Стой Стой Дальше Руку Все Орегон Сосна Вот Такой Отмог У нее Тут Великаны Везде Мох Мы Когда Пойдем В Орегон Вашингтон Там Лес Вообще Просто Весь Зеленый Изнутри Такое Большое Количество Влажности Здесь Влажности Немного Орегон Вашингтон Там Невероятно Такой Сказочный Лес Потому что Он Полностью Зеленый Внутри Все Ветки Но Туда Надо Еще Дойти Красивые Тут Озера Конечно Очень Очень Красивые Эта Зона Не Очень Сложный Трейл Есть Каменюшки Но Терпимо Опускаемся Мы С этого Перевала Дикпасс Вниз И Сегодня Вроде как Особых Подъемов Больше Не будет Такая Длинная Что И не Видно Где У нее Конец Там Трухалия Разлагающаяся Вот Они Кучи Тут Прямо Тоже Очень Медленный Процесс А Это Слушай Ну Лет Двадцать Может Я думаю Лет Двадцать Но Я не знаю Сухо Очень Этот Процесс Гораздо Дольше Идет Когда Сух Наверное Это Какой-то Мухомор Просыпается То есть Первый Гриб Сезон Вот Кобылка Висет Веща Тетка Идет Пишечком Очень Хорошо А что у нее там за зеленая штучка такая Сено Для нее Что-то она за ней шла и понимала с чем она идет А, хитрят там За сеном она идет Нечестно так А как бы тлела Медленно И все у нее высыпалось И образовала вот такую кучу Кубиков Рубиков Странные плоды Вот такие Такие Это не единственные Вот они Какие-то ягодки Все-таки Они зреют Все они пустые внутри Вот они Фигня как мух Так вот Облепливают Эти все деревья Но пока еще не полностью Будем идти дальше Будь больше Ну и лес Такой Живой и мертвый В общем-то Как и везде Тут Тлеет Падает Но немного живых деревьев Цветочки Из трещины Вылез кустики Такие красники Тоже есть еще Цветочки Но они другие Они те же самые Довольно много их Вот такая У нас вроде растет в России Тоже Пошла ольха Точь такая же как у нас Форма листьев немножко другая Но Сто процентов альхар Поле этих ромашишек Они довольно давно Эти ромашишки Но Тут довольно большое поле Человек писал, что В кемпе, в который мы идем Много комаров Но это видно Раз много вот столько зелени Нету этих хвои Значит тут влажно И будут комарики Сегодня первый раз Я пробовал спрей Во время обеда На ноги Ну такая же ядовитая хрень Как в России Там какой-то типа деклофос Жирный такой, вонючий Не садятся Масса Массы Мне очень хочется Здесь комаров не так много В Есемите, конечно, была жесть Нереально Никогда мы не видели столько комаров А тут как бы стандартное Стабильное качество Приходишь там Куртку одел, штаны Пристегнул штанины И ничего Остается только лицо А ноги Они в тапочках Без носков Почему-то они на ноги не садятся То ли от них Такой запах пота идет Что комаров это Отгоняет Ну, ноги мы моем Часто Я даже стараюсь Когда мы обедаем Уруща тоже помыть Так, вроде бы Носки пока И вроде не деревянные даже Но очень сильно пыльные Очень большая пыль Тут на треле И, конечно, этой пыли Все прямо в пыли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok